Пойдем, 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 пойдем Мишка такая смешная, так идет смешно Дегу, это Дегу Зачем нам кокеточка за 16 тысяч? Реально как стилист выглядит Привет, я Анимэджик И да, ребята, как давно я не снимала такие видео Мы со всеми моими четырьмя собаками и кошкой Киса Алисой Вернулись наконец-то из нашего летнего Мэджик путешествия Но, как видите, мы не совсем дома и не совсем в полном составе Из-за того, что мы вернулись позднее 1 сентября мы пропустили день рождения нашей Кисы Алисы Спасибо вам всем огромное за ваши поздравления в ТикТоке, в Инстаграме, на Ютубе, везде Вы самые лучшие, да, Мишанька? Утюп-утюп В общем, мы с Мишкой сейчас в Москве А все остальные ждут нас дома Почему вы очень скоро, буквально через несколько минут узнаете Зачем мы сюда приехали вдвоем Кто-то уже, наверное, намек понял И так как мы с Мишкой сейчас в московской квартире А я постоянно вам рассказываю про новую технику для дома, которую я пробую И обязательно делюсь с вами впечатлениями И, как вы знаете, я обожаю чистоту Так что смотрите, кого я взяла для этой московской квартиры Чтобы не тратить время на уборку Новый Роборок С7 Кроме того, что он пылесосит и моет Про него еще так много можно рассказать прикольного Потому что у него полно крутых фишек Вам точно понравится? Сам по себе он очень классный дизайн И вообще вот сразу ощущается, что он из таких качественных материалов И мне нравится, что он все на русском комментирует Пластик такой вот прям ощущается хороший Он сам такой прям тяжеленький Но, конечно же, важнее его другие плюсы Установлено крепление ткани для влажной уборки Очень, кстати, удобно так быстренько Вибрирующая швабра Начинаем уборку Я впервые такое вижу Это означает, что он моет круче намного, чем другие Тем более, что вместо щетины у него теперь вот тут резина Это такая инновационная технология VibraRise Вот такой звук, слышите, да? Это ни у кого такого нет Звуковые вибрации И ведь реально намного лучше очищает, чем обычно И сейчас это очень актуально Потому что мы заходим с собаками с улицы И идем сразу мыть лапы, конечно Но все равно какая-то грязь остается на полу Плюс иногда ее очень много, как только мы зашли в самом моем коридоре Поэтому мыть пол нужно часто и прям хорошо И, наверное, для меня, как для современного человека Думаю, для вас тоже одно из самых главных Это очень крутое, удобное приложение Тут можно настраивать график уборки Тут карта Количество воды ты можешь настраивать То есть много воды, чтобы он лил Или немножко совсем В зависимости от того, какая уборка вам нужна Скорости режима уборки И вообще мне нравится, что прямо все вот можно делать с телефона Пауза А еще управление голосом Вот это вообще огонь Давайте я прям сейчас вам покажу, как это работает Убирайся Продолжаю уборку Стой Пауза То есть я вбила туда свои команды, свои названия И самый мощный режим я назвала тоже командой Робби, жги Слышите, как он запылесосил? Иди к себе Возвращаюсь к зарядному блоку Не только когда ты его отправляешь по команде, но и когда ему надо подзарядиться Когда он понимает, что ему нужна зарядка, он сам едет Уехал в другую комнату убираться Я не могу его найти Можно сказать Ты где? Привет, я здесь Короче, мне кажется, это очень прикольно А еще это то, во что я не могла просто поверить У Роборока 7 куча дополнительных датчиков Ну окей, это значит, что он не врезается в мебель Классно Не царапает ее, не портит И вот в приложении здесь видно, что он разделяет помещение Он не падает ни обо что не бьется Он очень аккуратный И это супер круто Но Есть просто невероятная фишка Я не могла поверить в это Ультразвуковой датчик, который чувствует ковры Вы сейчас увидите, я покажу вам в приложении Вот, он распознает ковры Заносит все вот какие-то такие покрытия на карту Вот он прям сейчас это делает Но самое главное, зачем, да, зачем? В следующий раз он уже знает, что эти ковры находятся тут И он будет вот брать и приподнимать свою вибрирующую швабру Чтобы не намочить ковры Это нереально, это прям очень То есть не надо с него снимать тряпку Выключать влажную уборку, включать сухую И убирать ковер, когда он убирается Я вечно мучилась просто с этим раньше И теперь я понимаю, насколько это важная штука Еще классно, что у него система Scratch Safe Это значит, что его колеса и щетки Они не портят, не царапают полы Для тех, у кого, как у меня, например, в этой квартире Плитка только там в туалете А все остальное это ламинат Это очень хорошо, потому что не хочется, чтобы он был весь в каких-то царапинах Испорченный А еще S7 стал явно мощнее намного А потому он лучше убирается У него бак для воды теперь 300 миллилитров Это примерно на 200 квадратных метров Поэтому, конечно же, он может убрать любую квартиру Еще и учитывая то, что он около трех часов работает на одной зарядке Что еще мне показалось реально очень классно и полезно Вот этот контейнер, он почти пол-литра для пыли И мне вот это вот очень нравится, что он такой объемный и большой Что не надо бесконечно выбрасывать И вот тут вот фильтр, который просто вот так вот берешь за ручечку И моешь под водой То есть они моющиеся И вообще у него фильтры хепа там и так далее Я думаю, вы уже знаете все это Это для аллергиков Для родителей Блокировка от детей включена Вот сейчас Roborocko 7 Я уверена, пока что лучший из всех роботов-пылесосов, что у меня были Я это говорю со стопроцентной уверенностью Вообще без сомнений Ну и все как всегда В описании я оставлю ссылочку для вас, ребят Заказывайте, покупайте Это невероятное создание И я уверена просто, что вы точно не пожалеете Ну, погнали Ну что ж, ребят, я только что от своего стилиста Тайли Мы обновили цвет вот такой вот теперь яркий Ярко буду встречать зиму И мы с Мишанькой сейчас отправимся в зоомагазин Потому что сегодня я собираюсь снимать нашу и вашу любимую рубрику Покупаю собаке Все, к чему она прикоснется Но только это не совсем будет для Мишки Я надеюсь, что Мише удастся выбрать подарок нашей кисе Алисе А вдруг она купит вообще на 100 тысяч рублей всего И она ко всему будет прикасаться Я, если честно, не очень уверена Потому что Мишка у нас очень скромная девочка Кто знает ее историю, как она к нам попала Тот поймет, о чем я Ну, посмотрим Может быть, она вообще испугается И ничего не получится Или нам в зоомагазине вообще запретят снимать Надеюсь, что все пойдет по плану Так что ставьте лайк Если вы любите эту рубрику тоже И хотите продолжения с другими питомцами Потому что я снимала уже с Софи и с Юмичу Следующая у нас на роли Мишка Я надеюсь, что у нас что-нибудь получится Очень надеюсь Пожалуйста, Мэджик Вселенная Короче, пишите свои комментарии Тем более я на них отвечаю Ставлю сердечки и так далее И, конечно же, подписывайтесь на канал Чтобы нас скорее стало 3 миллиона Ведь на 3 миллиона вас ждет огромный сюрприз Ну что ж, мы отправляемся И я надеюсь, у нас хоть что-нибудь получится Ваша поддержка нам очень нужна А еще у Мишки есть привычка ходить именно за мной То есть я думаю, что если ее отпустить Она все равно будет ходить возле моих ног Поэтому я сомневаюсь, что она вообще Что-нибудь захочет выбирать Да, Мишань? Ну что? Давай я тебя отпущу с рулеточки Пока что Мишка ходит возле людей Вперед, вперед, Миш, давай Пошли, пошли, пошли Пошли, давай Мишка такая Все можно, все что можно, да Все что угодно можно, да Иди, иди, пойдем А еще, ребят, пока Мишка тут ходит Я за ней слежу, не переживайте Напишите в комментариях Какие вы... Она пошла ознакомиться с другими собаками Сколько вы думаете, мы потратим Хотя бы предел От стальки до скольки Напишите в комментариях Мне кажется, будет круто Потом проверить, отгадали вы или нет В общем, мне нужно очень внимательно следить за Мишкой И смотреть, к чему она прикасается Это чистый чик, да? Да Что там такое? Что ты увидела такое? Это же корм для кошек Первая покупка, которую выбрала Миша Это вот такие вот консервы, видимо, для кисы Алисы Это первое, к чему она прикоснулась, ладно Ну, пока что скромно выглядит наша тележечка Мишань, еще что-нибудь будем дарить кисе Алисе На день рождения или это все О, Мишка, мне кажется, отреагировала на что-то Что там такое, а? Мишаня Мишка потрогала лежанку вот эту вот За 3000 рублей Вот с такими вот котами Большую лежанку Это реально лежанка для Алисы Она, конечно, совсем не в стиле нашего дома, Мишань Ну, да, я вижу, тебе она очень понравилась, да? Ну, давай достанем Какая большая Миш, иди сюда Все, возьмем такую лежанку, да? Нравится тебе? С котиками Такая прикольная Ты даже выходить не хочешь из нее? Давай, вылазь Вылазь, Мишань Давай, давай, давай Давай Она тебе очень понравилась, да? Миш, давай, выходи, давай Это кисе Алисе давай подарим лежанку такую с котиками Она же кошка А ты собака Тебе когда-нибудь другую купим Классная лежанка Берем Ну, тебе она хотела Ага Спасибо большое Кстати, в этот раз в нашем челлендже будет действовать одно правило Я смогу совершить две замены Потому что если много всего в том, что внизу лежит, нам может не пригодиться или не нужно Я должна иметь хоть какой-то шанс не потратить здесь 100 тысяч рублей на то, что нам совсем не нужно Поэтому я смогу совершить две замены Но только две Если Миша выберет 10 товаров, я смогу заменить только два Только два Я считаю, что это справедливо, ребят Магазин большой, да, Мишань? Магазин большой Что это такое? Травка, да? Это травка Это травка для киса Алисы Или ты тоже хочешь себе такую травку? Что? Травку, да? Ладно Давай возьмем травку Какую? Вот эту вот ты потрогала? Хорошо Миша, ну ты прям вообще поражаешь меня Ты сама по себе выбираешь подарки реально для кошек Это же трава для кошек А еще смотрите, что это? Это трава для кошек? Только это, мне кажется, мята что ли? Или это крапива вообще какая-то? Ну ладно, Мишка выбрала это И мне нельзя терять ее из виду Поэтому я не буду отвлекаться Так, Миша так не торопясь ходит Помните, как ее мячу носилась? Как Софи ходила по магазину Но Миша так не торопясь Ходит, что-то поглядывает, посматривает Я взяла пока что Мишку на руки Чтобы вам кое-что сказать Вообще я мечтала кисе Алисе На ее день рождения подарить огромный гигантский дом Сделанный на заказ Но так как мы были в путешествии Я не успела этого сделать Так что закажу это сейчас И надеюсь, хотя бы к Новому году у нее будет такой подарок Ну а пока что мне нужно выбрать подарок для нее Пауза Пауза, я выбираю подарок Алисе тоже Я предлагаю взять кисе Алисе Вот такую вот игруху Это будет подарок от меня Потом проверим, как это работает Я так понимаю, он электронный Не знаю, в общем Но интерактивная игрушка, короче Какая-то ферпластовская Стоит дорого Но вещь, что это стоит того Что? Это гигантский говяжий желудок Это для кисе Алисы ты выбрала, мне кажется, Миш, да? Ну что ж, в любом случае нам придется это взять Потому что она прикоснилась к этому Выглядит так себе, конечно Вкуснятина И моим собакам она, наверное, огромная Придется подарить кому-нибудь Идем дальше, да? Что там такое, Миш? Миш, я смотрю, ты разошлась, да? Ты разошлась? Я смотрю, она задела вот эти штучки Это ботиночки для собак Тебе как раз на осень, да, Миш? Грязно же Так, ну что, мерить будем? Мерить будем? А то все время с грязными лапами А то ты себе подарок выбрала, да? Розовый Мне кажется, Софи розовый Больше какой-то наш розовый Больше любит Может быть, стоит тогда Всем взять Сейчас посмотрим, какой размер ей подойдет Но тут Нет цветов наших Можно взять разноцветные Ну все, Миш, будем ходить на прогулку в обуви Наконец-то, не мыть папа Ну, привыкнет, я думаю Да? Миш, пойдем? Сейчас будет шоу, да? Мы не понимаем, как идти в них Пошли Пошли, Мишань Миш, ну приучишься, что? Да? В каких тебе удобней? Пойдем Пойдем, Миш, пошли Мишань Пойдем 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 Мишка такая смешная Так идет смешно Ай, не могу Миш Чувствую, что это даже неплохо Что многие вещи висят высоко Потому что Миша достаточно активна У нас покупательница Что еще мы выберем Алиске? Какие-то звуки тебя привлекают, да? Кто там? Ты хочешь Алиске взять хомячка какого-нибудь? Блин, я пропустила Не усняла Она, Мишка, потрогала вот этот вот корм Упаковку Мишань Ты Алису закормить решила на день рождения? Или ты сама просто кушать хочешь? Смотри, какие мышки, хомячки или кто-то Алисе бы понравилось Мишань Подожди меня, не уходи Я ребятам покажу Смотри, кто тут разговаривает А, это птички вот эти разговаривают Амадимир Амадимир Комячек напугал Мишку Какие классные зверьки Кто это такой, интересно? Дегу Это Дегу Ой, какой хороший, классный Значит, ты тоже Дегу, да? Мишанька ждет Пока что ни к чему не прикасается Пока я снимаю А это вот свиночки, мне кажется А там еще попугайчики разговаривают А вот эти птички почему-то смеются, как дети Луди Миш Миш А зачем нам галкеточка за 16 тысяч для кисы Алисы? Я же сказала про подарок для нее Миш Да, я понимаю, но мы договаривались, что я подарю специальную, собранную под нее Мы уже подарили когда-то Алисе, такая не понравилась Ну что ж, справедливо, как мы договаривались в нашем челлендже Я могу сделать две замены Соответственно, я решила, что я все-таки заменю вот эту вот идею с домиком на то, что на что-то не особо равнозначное И дело не в деньгах, а в том, что я, как я сказала, я планировала кисе Алисе купить вот такой вот специальный дом Сделанный прямо под нее, большой, красивый, в стиль нашего дома Поэтому я считаю справедливо, да, учитывая, что я все равно, Мишка, все равно кисе Алисе куплю домик Я понимаю, что ты о ней хотела позаботиться, но я все равно ей его куплю Так что, поэтому я использую свою замену, прости А заменой будет вот эта вот кофточка фиолетовая киски Алиски Я думаю, она понравится у кисе Алисы сиреневый цвет Так что пусть она ходит в честь дня рождения вот такой вот футболочки с капюшоном Мне кажется, это прикольно, это же ее цвет Так, Мишанька подошла к этим, к дождевикам И потрогала вот этот вот серый Но, Миш, он же огромный Он же на какую собаку, посмотрите Посмотрите на какую-то собаку Это на очень большую собачку Да, Миш? А как же, это же на такую большую собаку, я не могу Ладно, я поняла, ты что, ты хочешь какой-нибудь дождевик? Но тогда нужно покупать всем Да? Всем? Четыре дождевика? Да, Миша явно к осени готовится, судя по всему Так как Мишкин цвет салатовый, София розовый, Ванголубой А Юмичу желтый Мы сейчас попытаемся найти под их цвета дождевики какие-нибудь Осень же все-таки Если не получится, придется взять какой-нибудь приближенный цвет Желтый я уже нашла Это для Юмичу 1200 Главное, чтобы был ее размер Вот такой желтенький дождевичок Розовый можно взять Софиши Вот такой вот, например Да, это прямо ее цвет Что-то я салатового не вижу Голубенький нашла И так как салатового нет, я подумала, Мишке можно взять вот такой вот Все они примерно по цене Ну, тут вообще 690 Софишкин розовый 790 А Ивана тоже 790 И вот такой желтый Юмичу Сейчас мы примерим вот этот Жалко, что, конечно, салатового нет Мне кажется, Мишке как раз Иди сюда Пойдем Пройдемся Пошли Пошли, Мишань, давай Давай, иди сюда Иди сюда Ай, иди кто пришел Такой, ну-ка, дай-ка, я посмотрю Нормально тебе? Я стилист подошел Реально как стилист выглядит Все сидит нормально Капюшонечек Ничего не дает Такой прикольный Все сидит Все сидит Дадешь добро Добро? Добро? Да? Мне кажется, Мишка теперь еще хочет какую-нибудь игрушку Миш, это, конечно, очень классно, очень здорово Да, но это очень большие игрушки У нас нет такой собаки, во-первых Во-вторых, самих собачьих игрушек, самых разных У нас очень много для собак А вот для киса Алисы игрушек немного Поэтому я предлагаю использовать здесь свой шанс замены Так как Алиса у нас любит птичек ловить на улице Я думаю, что вот эта косточка ей понравится Мне кажется, она какая-то вот такая с перышками В общем, возьмем это на замену Ну что ж, у нас полная корзина И еще кое-что лежит на кассе Так что я думаю, что, наверное, в принципе, хватит Мишка достаточно тут наприкасалась Мы уже весь магазин обошли Пошли еще раз по кругу Ну как бы она уже, ей уже не особо интересно Поэтому я думаю, закончим Идем считать, сколько денег мы сегодня потратим А вы проверяете в комментариях, какие ставки вы поставили 12 тысяч 438.50 Ну что ж, ребят, на улице уже стемнело Алисички будут подарки И увидимся скоро в новых видео Ребята, подписывайтесь на канал Ставьте лайк, пишите комментарии, все